Дорогие друзья, я приглашаю вас присоединиться к нам по телефону в студии 342243. Сегодня говорим о еде и наших пищевых привычках. Очень важная тема. Мы расскажем, какие привычки опасны, как худеют известные гомельчане, как питаться правильно на работе и есть ли польза от вегетарианского образа жизни. Вообще разобраться в секретах здорового питания сегодня нам помогут врач-малиолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Короткевич. Добрый вечер, Елена. Спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас в гостях психолог Людмила Тутынина. Добрый вечер, Люда. Добрый вечер. Спасибо, да, что присоединилась к нам. Своими историями, дорогие друзья, также поделится Антонина Кругликова, гомельчанка, которая 25 лет назад, представляете, 25 лет назад полностью отказалась от мяса и продуктов животного происхождения. Антонина, эти аплодисменты для вас. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас в гостях музыкант Вячеслав Корса, который, дорогие друзья, не так давно изменил свое отношение к питанию, отказался от шоколада и картошки. Ну, что-то приблизительно так, да? Ну, я думаю, что все подробности мы узнаем, дорогие друзья, в течение ближайшего часа. Очень любопытно, какие пищевые привычки есть у вас. Звоните в студию, пишите в вайбере, впереди сегодня вас ждут конкурсы, розыгрыши, пригласительных билетов на удивительный концерт, о котором вы узнаете чуть позже. А пока пищевые привычки. Вот скажу сразу, признаюсь честно и откровенно, я, например, не завтракаю. И вот, вы знаете, вот много лет не могу себя заставить, чтобы мне не говорили врачи и диетологи. Понимаю, что это неправильно, с одной стороны. Слава, ну а ты расскажи, какие у тебя есть привычки в питании, с которыми ты хочешь справиться, а не можешь? Вот наоборот, для меня завтрак – это самый главный прием пищи в день. Вот если я не позавтракаю, день пропал. Ну, это хорошая привычка. Я могу не поужинать, я могу там абы как пообедать, но не позавтракать никак не могу. Это хорошая привычка, я правильно понимаю? Это очень хорошая. То есть завтракать рекомендуют нам все всегда и везде. Причем даже, скажем, по объему съеденной пищи, наверное, завтрак, он у меня такой. Ну, если не 50%, то почти 50%. Я могу с утра так съесть много, в обед могу съесть уже так немножечко поменьше, на ужин могу… Ну, хорошо, тогда наводящий вопрос. Сколько чашек кофе в день ты выпиваешь? Мало. Я кофе иногда пью. Ну, 2-3. Я иногда, нет, меньше даже. Я иногда кофе пью, когда, ну, скажем так, когда я не выспался, если, скажем так, бывает, что я с утра просыпаюсь, ночью бывает часто, работа связанная иногда с ночной работой, поэтому… Хорошо. Сколько раз в неделю ты употребляешь жареную картошку? Ни разу. Ни разу. Давайте поаплодируем. Я вообще не употребляю жареную еду. То есть ты не предпочитаешь, не выбираешь? Жарить уже все, давно отказался от жареного. Вот, кстати говоря, я вот хочу перейти к этому моменту биографии Вячеслава. Знаю, что был момент, когда ты решил сесть на диету и значительно похудел. Вот, кстати, прямо сейчас мы увидим фотографию этого периода. Дорогие друзья, вот это Вячеслав Корса, 2008 год, а это вот уже сейчас, 2000 славных. Ну, ты очаровательный, ты знаешь, в любом виде, в любом весе. Да, мне тут еще немножко, это, там не до конца показали. Сколько ты весел, ты помни? Я не взвешивался, мне страшно. Ну, мне кажется, я сбросил килограммов 20 точно, нет? Да, больше 20. Где-то так, а сколько тебе времени понадобилось? А я не знаю, дело в том, что мне не было целенаправленно вот такого. Моя жена сейчас говорит, главная причина, почему ты похудел, ты развелся. То есть вот когда у меня после первого брака, да, у меня был, ну, скажем так, у меня там на самом деле была другая ситуация. После первого брака я развелся, у меня был так называемый межбрачный период, в который, естественно, я, как любой... А, решил. Да, мне нужно было найти, как бы, вот, дальше, как бы, вот, свою половинку, да. Я так понял, что в таком виде я уже... Ну, какой-то странный совет, дорогие друзья. Вы, понимаете, не так внимательно к этому относитесь. Никому не нужен. Ну, подожди, но ты же ограничил себя в питании. Как ты это сделал? Как ты себе привел в форму? Неважно зачем, но как ты это сделал? Ты что-то отказался от какой-то еды? Я действительно перестал есть вечером. Так. Да, я старался кушать как... А, кстати, вот раньше я, наоборот, мало завтракал. Вот раньше, наоборот, вся еда приходила... На вечер. На вечер, да. То есть вот это смещение. Наверное, это вот главное было, что сместилось. Ну, и потом, наверное, движение, потому что я жил рядышком с комплексом «Чисто». И там очень так были... Вот рядышком было, поэтому я пошел пойти там позаниматься. И как-то я втянулся в это. Слава, расскажи, как ты питаешься сегодня? Что, скажем, ты любишь, чего не любишь? Или что-то любишь, но не успешно не потребляешь? Я думаю, что очень бывает мало времени на то, чтобы приготовить. Поэтому я очень часто покупаю себе вот эти вот... Раньше этого не было, в советские еще времена. Вот эти вот замороженные овощи. Испугалась я. Замороженные овощи. А, так, замороженные. Замороженные овощи. Я покупаю некоторые вот эти смеси овощные. Я люблю так быстренько затушить ее. Водички добавил, там, минимум подсолнечного масла. Водички так это минут 15. Здравствуйте, вот... Расскажи нам какой-нибудь конкретный рецепт. Поделись вот таким фирменным рецептом, скажем, ну, здорового питания. А наш эксперт, вот, врач-молеолог... Ну, вот совсем, этот рецепт недавно пришли. Потому что мы тут подсели на чечевицу и начали экспериментировать с чечевицей. Вот. И вот такой придумала моя жена рецепт. И вот мы, значит, начали... Ризотто с чечевицей вот у нас мы показываем. Да, берется чечевица, просто отваривается. Потом нарезается кубиками рассольный сыр. Вот, добавляется зелень, много зелени. То есть там, может быть, укроп, петрушка, может быть, зелёный лук. Вот, значит, масло льняное чаще всего добавляем. В готовые уже блюда? В готовые уже. Ну, когда... Дело в том, что рассольный сыр, он хорошо растворяется уже в готовой чечевице. Зелень, вот это вот, я уже сказала, масло льняное. У тебя ещё и грецкие орехи тут. И грецкий орех. Добавляем немножко грецкий орех. Ну, мне кажется, это такое серьёзное блюдо. Нет, грецкого ореха немножко для вкуса, вот именно орехового привкуса. Удивительно, что здесь нет мяса. Нас что употребляешь, я знаю, да? То есть ты не отказался от этого продукта. Ирина Николаевна, прокомментируйте, пожалуйста. Очень неплохой набор, в принципе. Был много белка, я вижу. Молочные продукты, сыр одобряю. Зелень вообще очень в любом блюде. Особенно свежие, зелёные только за. И орехи очень полезны, да. Мясо не обязательно же должно быть в каждый приём пищи. Это ошибочное мнение, что в каждый приём пищи должны быть мясные продукты. Почему? Но само вот это сочетание, в котором мы видели чечевица и орехи, это не слишком сложно для... Ну, там же, как рекомментировал гость, небольшое содержание орехов. Я так поняла, просто для улучшения вкусовых каких-то ощущений. Поэтому чечевица, бобовая, в принципе, как любой бобовая, чечевица богата белковым, белковым растительным происхождением. Очень даже неплохой продукт. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, вот эти аплодисменты, да, они не только Вячеславу, но и всем участникам, которые уже прям облизываются, облизываются от этого замечательного ризотто. Вообще, дорогие друзья, стоит заметить, что Вячеслав не единственный участник нашей программы, который смог похудеть благодаря вот силе воли и изменив привычки в питании. Известная семейная пара, музыканты проекта Егорова гора, Егор Полишук и Зоси Музычка. Частые гости в этой студии, они недавно тоже сели на диету, отказались от ужина, отказались от сахара и жирной пищи, и в результате что-то около 20 килограммов на двоих. Давайте мы им поаплодируем. Еще одна постоянная участница нашего проекта. Пенсионерка Светлана Король. Вот, мы видим ее. Руководитель движения Велогомель. Еще пять лет назад, представляете, весила 128 килограммов. В это очень трудно поверить, потому что я знаю Светлану, вот такой вот стройной, красивой, энергичной женщины. На самом деле она отказалась от мороженого, купила велосипед, стала считать калории, составила программу питания и домашних тренировок. В результате за два года... Я забыл про велосипед. И ты велосипед. Светлана похудела, дорогие друзья, за два года на 40 килограммов. Мне кажется, что эти люди достойны действительно восхищения и аплодисментов. Что, Слава, ты... Велосипед, я забыл про велосипед. Действительно, в 2007 году фотография, где я такой вот, это был 2007 год. В 2007 году я себе купил велосипед, ездил иногда даже очень далеко, ездил на фестиваль авторской песни в Славутич, 150 километров на велосипеде, с полной амуницией удочек там. Ой, ну... Так что было такое. Вот сейчас я в это верю. А вот на той фотографии сложно представить. Молодец, Слава. Ну, на самом деле, я бы хотела поговорить, Ирина Николаевна, вот скажите, почему еда? Почему еда делает нас все-таки зависимыми, такими потом больными, да, потом несчастными? Что нам мешает все-таки питаться правильно? Ну, у каждого человека может быть разная причина, но если так вот обобщать, что можно сказать? Ну, во-первых, может быть, нам нет других радостей каких-то в жизни, и мы заменяем это... То есть еда удовольствия, да? Ну, да, и заменяем это, потому что доказано ведь, что выработка в процессе там не сразу, но в мозгу серотонин вырабатывается, гормон радости, особенно вот глюкоза способствует, то есть сладенькая, вот. Это как одна из таких причин. Вот. Плюс, может быть, мы хотим... Мы немножко самообманом где-то занимаемся. Мне кажется, не немножко. Вот иногда, да, вот посмотреть на нас, да. И, может быть, сразу даже это незаметно, но постепенно попадаем в какой-то вот омут, и уже, вернее, зависимость на нас же как-то постепенно формируется. Мы сразу этого не замечаем, а потом тяжело с этим бороться. То есть вы говорите о пищевом поведении. Ну, да, естественно. Вот я бы хотела, чтобы Людмила дополнила. Все-таки, мне кажется, этот термин пищевое поведение, он даже, наверное, редко употребляется нами. А что это такое вообще, и какие ошибки мы здесь почему чаще всего совершаем? Пищевое поведение. Если говорить о поведении, да, ну, мы можем рассматривать разные типы, виды поведения. Ну, например, там, сексуальное поведение, да, там, или поведение на работе. А пищевое поведение, чем оно характеризуется? Это прежде всего мысли. Какие мы мысли, какие у нас в голове мысли по поводу еды, по поводу своих взаимоотношений с пищей, да, то есть что ты потребляешь. Дальше, что ты говоришь о еде, да. И как часто, наверное. И как часто ты говоришь о еде. И как следствие, как ты себя ведешь по отношению к еде. То есть здесь разговор идет о культуре твоего, о культуре. Это часть нашей культуры. То есть что ты любишь, это твои выборы, это твои, ну, скажем так, то, что ты не выбираешь, то, чем ты не пользуешься, например, в своей жизни. А когда, в какой период они формируются, вот эти наши пищевые привычки и наше это пищевое привычение? С рождения. То есть это с детства. С самого раннего возраста формируется. Мы, традиции в семье, да, пример родителей. Но не только традиции в семье, это традиции в обществе. Например, мусульманское общество и христианское общество, это две разные культуры. И две разных пищевых. Две разные пищевые культуры. Вот я недавно вернула с Индии, в разных местах была. И там, например, есть буддистские, ну, скажем так, регионы, есть мусульманские регионы. И там пищевые пристрастия, например, они диаметрально противоположны. И в ресторане тебе в первую очередь предложат, например, там, ну, или европейскую кухню, или там, где есть ограничения, например, там нет свинины, ну, к примеру, говорю. А вообще, если говорить о пищевом поведении, на сегодняшний день наше пищевое поведение формируют очень сильно те, кто производит продукт и его лоббируют. В частности, вот сегодня ехала, обратила внимание... Только без торговых марок? Не-не-не-не-не. Я просто, вот, отправляясь на передачу, вот, выбрала маршруточку, добиралась на маршрутке, и слышу рекламу, да, что если вы употребляете пельмени, то там вы сами, вы самые счастливые, вы самые довольные. Ну, так вот так и есть для многих. И так далее, да. То есть пищевое поведение сейчас очень сильно формирует реклама. Например, там может быть какая-нибудь очень вредная пища, да, там какие-нибудь там сухарики, там со всякими консервантами, или какие-то конфеты. Но они показывают образ жизни, который нам дает определенный продукт, и мы это, как говорится, ведемся. Кушаем, да, кушаем. Ну, Наташа, нужно помнить, что большая часть рекламы разрабатывается на детское сознание, на детей 13, 14, 15 лет. То есть они это, скажем так, проглатывают, как красивую картинку. Это фиксируется в мозгу, и когда они становятся уже покупателем, у них есть деньги, они идут и это и покупают. Ну что ж, давайте тогда попробуем прямо сейчас немножечко все-таки, ну, разграничить, да, и поговорить о том, какие пищевые привычки действительно опасны для здоровья. Вот они просто опасны, их, скажем так, стоит избегать. Вот что скажете? Привычка, прямо вот сейчас могу сказать, есть питаться на ходу. Ну, это да. В свое время была в Америке, я была поражена из-за огромным количеством людей, которые не просто полные, это, ну, скажем так, горы, идет человек-гора, это настолько нарушено питание. Когда стал интересоваться, откуда это идет, фастфуды, быстрое питание. Вот вам одна из самых вредных привычек. Перекусы, мы сейчас вернемся к этому, что еще. Ну, в целом, к ожирению приводит и переедание, и неправильная культура питания, и плюс состав пищи, то есть, да, фастфуд, жаль. Состав пищи, это то, что мы, блюдо, которое мы готовим дома, скажем так, традиционно, практически постоянно и каждый день, то есть не один раз... Естественно, это же система, конечно. Один раз, если вы, ну, то есть, в любом случае, и принципы здорового питания, либо какое-то зависимое поведение, это все равно, ну, система. Один раз что-то, если произойдет, вы же понимаете, что... У нас есть сообщение в Вебере от Максима, от нашего телезрителя. Очень интересное сообщение, на мой взгляд, такое, знаете, типичная картина. Я люблю ужинать перед монитором компьютера или телевизором. За три года набрал 11 килограмм. Вот вам, как бы, одна из привычек. Мы сейчас к ней вернемся, но я бы хотела, Людмила, огорчить тебя. Дело в том, что не только в Америке перекусы, да, стали такой опасной и страшной пищевой привычкой. По статистике белорусы чаще других делают перекусы во время рабочего дня. И стоит обратить внимание, я бы хотела, чтобы показали этот слайд сейчас, стоит обратить внимание, что такой привычкой вообще страдают жители многих стран. Беларусь 72% перекус в течение дня. Ну, вот такая статистика делалась, как бы, не со всеми странами, ну, скажем так, бывший Советский Союз. Вот, Слав, тебе вообще знакома эта привычка перекус? Ну, не особенно. Я не люблю перекусывать. Раньше хотя вот перекусывал, особенно когда студентом был там, да. Но сейчас нет. Но глядя, сколько у нас появилось фастфуд-заведений в Гомеле. Это же есть. Их раньше не было. Сейчас куда, не глянь сейчас. У каждого есть интернет-сайт, и к этому сайту уже нужно добавлять гофбай. То есть как будто бы это уже государственная такая политика, не знаю, накормить всех. Есть и такое мнение, и от медика восходящее, что лучше есть меньше, но чаще. То есть те же перекусы вы хотите, да, подумать? Получается, что если человек может есть 4-5 раза в день. Вот мы сейчас узнаем. Я бы, да, прокомментировать хотела, что имеется в виду перекусы. В принципе, если брать режим питания рационального, то должно быть три основных и два дополнительных приема пищи. Если вот этот перекус считается как дополнительной приемой пищи, там, допустим, фрукты какой-то, йогурт, то не вижу в этом ничего плохого. А если имеется в виду перекусы, которые заменяют полноценные приемы пищи, то, конечно, да. И смотря, чем мы еще перекусываем в этот момент, конечно. Я же говорю, если мы съели там яблоко с йогуртом или творог, я не вижу в этом проблемы. Главное, чтобы это не заменяло основные приемы, и чтобы это было в одно и то же время. Ну, желательно, чтобы режим какой-то был питания. Ирина Кавловна, скажите, а как врачи вообще относятся к таким вот сопровождением обеда, как гаджеты, телевизоры? Любое то, что отвлекает человека от приема пищи, уже в каком-то смысле нарушает процесс пищеварения. Потому что не зря должна быть эта пища эстетична, хорошо пахнет, человек должен настроиться, выделение пищеварительных соков. Потому что, да, любая пища, она должна приносить, ну, то есть, чтобы она полезная, естественно, должна быть, и плюс, она должна вызывать положительные эмоции. Тогда будет максимальный положительный эффект от ее употребления. Лен, а еще такой момент. Если ты не живешь по принципу здесь и сейчас, да, вот он, например, он ест и не фиксирует этот момент. Да, он не замечает, как он съел. Я очень боюсь, что многие зрители сейчас смотрят нашу программу и не фиксируют. Ну что ж, давайте к ним обратимся. Ну, так, может быть, не совсем научно, но вот я слышала, что, допустим, были исследования, вот, попкорн в кинотеатре, да, человек съедает, вот сколько взял, взял маленький стакан, он съел маленький, взял боль, да, то есть, человек, пока у него есть, он вот смотрит и ест, и он не замечает, сколько он съел. То есть, первое правило, делайте ограниченной свою порцию, да, независимо от того... Естественно, и в любом случае это мешает процессу пищеварения. Не-не-не, отойдите от гаджеток, да, 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 во-первых, это в любом случае переопределение, должно же к желудку все, мозг все равно, когда это получается многозадачная, как бы, такая система, и организм не знает, на что ему больше обращать внимание, и страдает и то, и другое. Ну, то есть, и внимание страдает, и зрение потенциальное, и процессы пищеварения. Спасибо большое, давайте послушаем, Антонина. В этом смысле здесь теряется осознанность. Ведь самое важное в жизни – это осознанное действие. И если мы едим и смотрим телевизор или считаем, то мы не осознаем, что мы едим. А когда нет этого осознания... Почему при этом мы осознаем, что мы смотрим? Вот мне вот интересно. Если человек будет осознанно есть, это, кстати, подход из йоги, то тогда он насыщается меньшим количеством пищи. Когда он пережевывает тщательно и как бы в этом процессе, погружается в этот процесс, он получает удовольствие от этой еды, и главное, что он меньше будет есть. Меньше есть, то есть не переедать. Вот, кстати, переедание. В выбывательском сознании вообще переедание – это распущенность, это такое потакание своим эмоциям. Вот так считают все, когда наблюдают, что человек много-много ест. И многие, кстати, уверены, что полные люди, они переедают, потому что у них просто слабая вот сила воли. А на самом деле, в чем причина именно этой пищевой привычки, как с ней бороться? Вот я бы хотела услышать ответ на этот вопрос. Я немножко прокомментирую, а потом скорее психолога к психологу. А вы можете друг друга дополнять, у вас хорошо получается. Я чувствую. А вы согласны, что это дурная привычка? Нет, естественно, это да. Переедание? Переедание – это очень вредное, да. Если нет нарушения обмена веществ, то есть есть какие-то… Мы не будем такие ситуации трогать, когда обусловлено вот, допустим, какая-то щитовидная железная нарушена. Когда там конкретно. Да, да. Мы не будем брать какие-то клинические случаи. Если человек условно здоров, то да, это идет где-то, может быть, как мы уже начинали разговор, где-то лень, где-то, может быть, самобман, где-то способ не знать человека, ну, вернее, не то, что не знает, не может получить удовольствие другим способом. Может быть, в семье не складываются отношения, там, на работе стресс, еще что-то. И вот таким образом человек пытается, ну, радость, привести себе радость. Как избавиться от переедания? Как научиться? Вот избавиться от этой, ну, нам вы же сказали, опасной, плохой привычки. Любая, зависимость, любая, да. Это длительный процесс. Если у него уже пошли какие-то ожирения, уже пошли, то есть это не просто какая-то его привычка, но не страдает организм. Если уже идут какие-то функциональные нарушения, и, не дай бог, какие-то же заболевания идут, плюс ожирения, то, как правило, это длится не один год, и сам человек уже ему тяжело справиться. Ну, и тут, конечно, нужна помощь специалиста, причем двух даже специалистов. С одной стороны, это нужно менять, ну, рацион питания, может быть, какие-то еще там дополнительные клинические исследования помогут. Вы знаете, я очень боюсь, что сейчас многие телезрители, многие телезрители, они себя не относят к категории людей, которые больны от переедания, они просто чуть-чуть переедают. И, в принципе, если бы они сейчас услышали универсальный совет, который поможет всем, может быть, вот прямо в этот момент положили бы ложки-вилки. Наташа, ну, вот всем, кто нас сейчас слушает, я могу вот такой вот, ну, как бы, выполнить такое упражнение. Просто на бумажке написать, что мне доставляет удовольствие в этой жизни, да, и потом проранжировать. Пусть человек напишет, от чего он получает удовольствие, да, что там может быть, там, общение с детьми, там, прогулки, там... Поверь мне, это будет картошка, алкоголь и какие-нибудь вот следующие... Наташа, ну, хорошо, пусть будет три каких-то позиции. Хорошо, если будут эти три момента, еда в том числе. Если будут три позиции, да, и человек понимает, что это уже пагубные, да, скажем так, продукты, да, там, или вот эти три позиции, они пагубно на него действуют. Пусть добавляет еще что-то. Например, там, поход в баню, бассейн, общение с соседкой, пора познакомиться, или с соседями, да, там, там, поход на музыку, там, например, там, курсы, да, там, просмотр передачи «Добрый вечер, Гомель». То есть составить нужно список и пользоваться этим списком, пересматривать его. Ну, для начала нужно проранжировать, что на первом месте, на втором. Понимаете, а если у нас только всего три позиции, ну, человек и пользуется этими тремя позициями. О чем говорит? О лени, о том, что человек не включает свои мозги. Спасибо. Как говорила наша гостья, жизнь должна быть осознанная. Да, это, кстати, очень... Я осознаю, что я делаю. Очень точное такое замечание. Я бы хотела обратить еще внимание на одни цифры. Поздний ужин. Спорная ситуация, но на самом деле поздние ужины являются одной из привычек белорусов. К такому выводу пришла известная международная компания исследований, изучив пищевые привычки жителей разных стран. Эксперты выяснили, именно ужин самый популярный прием пищи за день в разных странах. При этом больше всего любят вечером покушать жители Казахстана, по-моему, да? 93 процента. А вот что касается белорусов, то 80 процентов опрошенных жителей нашей страны, поверьте, никогда не пропустят ужин. Это очень большая цифра. При этом, кстати, вечерняя трапеза у белорусов начинается обычно в 7-8 часов вечера. В такое же время собираются за столом россияне, жители Украины, Казахстана. А вот в Грузии последний прием пищи в основном бывает, вы не поверите, после 11 часов вечера. Антонина, как вы относитесь к позднему ужину? Так же вот как белорусы или как жители Казахстана? Или вообще ни-ни после шести? После шести я ужинаю. Так. Я ужинаю после шести, а вот во сколько, но стараюсь, не слишком поздно, все зависит от того, во сколько приходишь домой, попадаешь домой. Это может быть и в 8 часов. Дело в том, что у нас такая своеобразная в семье своеобразная, своеобразное жимпитание, такое, скажем, европейское, у нас два завтрака и обед у нас поздний, в интервал с 17 до 18. Это обед. Так. И поэтому вечером есть что-то типа йогурта, фрукта, чайок. Да, это ужин. Это называется ужин. Я бы хотела, Елена, прокомментируйте вот такую европейскую систему питания. Я сначала хотела прокомментировать. Поздний ужин. Да, вот после шести, после семи, не так даже важно, после скольки, главное еще человек, во сколько ложится спать. Вот насколько может быть поздний ужин, который не вредный для здоровья? Два с половиной-три часа. До сна. Да, до сна. Йогурт считается? Нет, я не говорю, что нужно вести ночной образ жизни. Если вы ложитесь в четыре часа утра, то это не значит, что нужно в час ночи хомячить, и вам все выткроет. Вот, то есть, естественно, я говорю про какой-то, ну, более-менее стандартный режим. Хорошо, йогурт за два часа до сна. И да, и еще имеет значение, да, имеет значение, чем ужинаем. Если вот мы не пропустили завтрак, у нас был полноценный обед, и ужин такой вот легкий, то, ну, час, ну, хотя бы час, ну, лучше полтора. Я не вижу в этом проблем. Желательно два часа до сна, да, да. То есть имеет значение, да, и, конечно, не должен быть ужин, основной прием пищи в течение дня. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. Мне кажется, самое время сейчас не просто послушать Славу Корсу, а я знаю, что у него есть даже песня про ужин. Нам уже пора отвлечься от еды. Слав, споешь нам? Ну, песня не моя. Вместо ужина мы сегодня послушаем, да. Песня не моя сегодня, да. Песня на ужин. Значит, ну, эта песня написал, стихи к этой песне написал один замечательный русский поэт, мой большой друг Дмитрий Антонович Сухарев. Многие знают этого поэта по строчкам. Александр, Александр, город наш с тобой. Вот, мы с Дмитрием Антоновичем очень дружим. Ему послезавтра будет 88 лет. Мы поздравляем. Поэтому песенка написана на его стихи московским таким композитором Вадимом Мещуком. Вот такая песенка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Строжайшая женщина в мире Над ужином тихо колдует Прид нею картошка в мундире И соли немножко, и лук Ее непоседливый друг На клубень с усердием дует Пред ним кожура на газете И хлеб на газете и соль И располагает к беседе Накрытый клеенкою стол А день за окном истлевает Он сумрачен и сыроват И лампа на них изливает Своих шестьдесят, что ли ват И руки им греет картофель И дело идет к темноте И чайник стоит на плите Строжайшая женщина в мире Он над ужином тихо колдует Прид нею картошка в мундире И соли немножко, и лук И окна холодные эти И этих картофелин дух Так располагает к беседе И не обязательно вслух И окна холодные эти И этих картофелин дух Так располагает к беседе И не обязательно вслух Вполне осознанно, тихо, медленно. Что еще надо этим вечером, этим добрым вечером? Дорогие друзья, Вячеслав Корсен на Беларусь Киты. Продолжаем прямой эфир. И сейчас, вы знаете, очень важная информация. Вот в ближайшее время у Вячеслава состоится концерт. Вот прямо сейчас мы будем разыгрывать пригласительные билеты. Но для начала я хочу, Слава, чтобы ты рассказал, что это за мероприятие и где состоится. Ну, во-первых, тоже связано как-то с программой «Добрый вечер, Гомель». Год назад, в конце позапрошлого лета, в прямом эфире Александр Лупиненко вел, я пообещал, что через год и два месяца состоится концерт, который называется «200 дней до лета». Вот я выполняю обещания данные Саши Лупиненко. Вот, этот концерт состоится послезавтра, состоится он в арт-пространстве «Ковчег». Есть такое замечательное место, появилась недавно в Гомеле такая точка концертная. В рамках совместного проекта городского центра культуры и арт-пространства «Ковчег» есть такой проект «Живые концерты друзей». Вот, и в рамках этого проекта вот будет мой сольный концерт с замечательными музыкантами. Иван Мурашко уже здесь в студии был, вы его слышали, как играет на саксофоне этот человек. Это просто потрясающий музыкант. Вот, и одни из самых лучших музыкантов. Ребята говорят, не говори про нас, что мы лучшие, говорит. Ну, я все равно скажу, что это замечательный бас-гитарист Сережа Семуткин, завуч, замдиректора музыкальной школы в Белице, и замечательный барабанщик Виталий Смыкалов. Вот мы будем в твитвером, таким квартетом делать концерт. Ну что ж, дорогие друзья, пригласительный билет на две персоны. Это первый, скажем так, пригласительный билет на концерт Вячеслава Курса «Лучшие песни последних лет». Концерт состоится послезавтра, 1 ноября в 7 часов вечера в арт-пространстве «Ковчег Гомеля» на проспекте Победы 2А. Этот пригласительный билет получит кто-то из вас. 34 22 43. Телефон прямого эфира. Позвоните в студию и продолжите пословицу, внимание, вопрос, чем больше пожуешь, ну, в принципе, в теме нашей сегодняшней программы. Итак, 34 22 43. Продолжите, пожалуйста, пословицу, чем больше пожуешь, ну, что ж там, в принципе, произойдет. Ждем ваших телефонных звонков. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы знаете, вот на самом деле многие вегетарианцы, они говорят, что их пищевые привычки полезнее для здоровья. Мясоеды при этом утверждают, что их очень пугает полный такой вот переход на растительную пищу. Да и вообще такой едой многие считают особо не насытишься. Тем более, если ты какую-то там физическую работу делаешь, физические нагрузки есть. А несмотря на эти мнения, движения вегетарианцев из года в год, извините, набирают обороты. И я вот задумалась, а может, все-таки эликсир вечной молодости и здоровье все-таки находятся в кабачках и капусте. В общем, об этом поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Добрый вечер. Гомель». Телефон нашей студии 342243. Ну вот прямо вот в этот момент мы разыгрываем пригласительный билет на концерт Вячеслава Корсы. Концерт состоится 1 ноября через несколько дней в арт-пространстве «Копчег» в Гомеле на проспекте Победы 2А. Удивительное мероприятие. В общем, слава всех приглашает. Мы также. Но для того, чтобы получить этот пригласительный билет, надо ответить на вопрос конкурса. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это варианты ответа. Но для начала напомню. Итак, нужно было продолжить одну из пословиц. Чем больше пожуешь, вот сейчас узнаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Екатерина. Екатерина, продолжите пословицу, пожалуйста. Чем больше пожуешь, тем дольше проживешь. Молодец, Екатерина, эти аплодисменты для вас. Ну что ж, пригласительный билет на концерт Вячеслава Корса вы уже заработали. А теперь попробуйте, пожалуйста, пообщаться с нами. Расскажите, есть у вас какая-нибудь вредная такая вот пищевая привычка, скажем так, от которой вы хотите избавиться, а у вас не получается? Есть. Расскажите. Я очень люблю сладкое и шоколад. А вы думаете, это вредная привычка? Это молочный. Скажите, это как-то отражается на вашей красоте? Ну, на красоте нет, на формах отражается. Вот я знаю одно, я поняла, у психолога вам делать точно нечего. Отлично. Спасибо большое. Вы бы хотели избавиться от этой привычки? Ну, конечно, если бы была такая возможность, хотела бы вообще рот зашить. Спасибо, вот такой оптимист. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Ну, такая привычка, я не могу сказать, что она, ну, плохая, потому что многие женщины действительно просто получают огромное удовольствие от сладкого. А что делать, когда это действительно отражается не на красоте, а на формах? Да. Ну, в принципе, есть сладкое, но менее вредное есть продукты. То есть заменять какие-то... То есть если молочный шоколад, то лучше на горький заменять, как вариант. Если, ну, конечно, постараться уйти от булок, вот этих белого хлеба, может, всё-таки зефир, пастила, мармелад, всё-таки это более... Сухофрукты какие-то такие... То есть, да, менее вредные. Есть тоже, кстати, вкусное и сладкое, но менее вредное, безусловно. И надо найти то, что вам нравится. Сухофрукты, филиппы. Сухофрукты, да. Да, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, не расслабляйтесь. 34-22-43. У нас есть ещё один пригласительный на концерт Вячеслава Корсе. Поэтому подключайтесь к нашему конкурсу. Внимание, вопрос. Я думаю, сейчас все улыбнутся. Вспомнят замечательный роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Итак, кто из героев романа Ильфа и Петрова «12 стульев» боролся за вегетарианство из-за скудности бюджета? 34-22-43. Назовите имя этого персонажа. Мы ждём ваших телефонных звонков. Напоминаю, что пригласительный билет на концерт Вячеслава Корсе разыгрываем сегодня. Называется программа «200 дней до лета». Я думаю, это песня, которая вот прямо сейчас должна прозвучать в прямом эфире. Готов? Готов. Давайте поддержим. Поскольку Ивана Мурашка со мной нет, за саксофон буду петь голосом. Но сегодня не пришёл. Под осенний дождь, так уютно спать, Если дыханием твоим плечо согрето. Только если вдруг ты уйдёшь опять, Я не сумею выжить 200 дней до лета. Всё, что я хочу услышать, Всё, что можешь ты сказать, Этот дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать. В этой тишине Еле слышен звук Это биение сердец В потоке света Всё, что есть у нас Боль былых разлук Как позабыть бы их За 200 дней до лета Всё, что я хочу услышать Всё, что можешь ты сказать Это дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать. Под осенний дождь Остывает кровь Это тепло твоё Исчезло без ответа Даже если вдруг Ты вернёшься вновь Пусть всё случится В эти 200 дней до лета Всё, что я хочу услышать Всё, что можешь ты сказать Этот дождь осенний Этот дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать. Фам-фа-да-ва-фа-да-фам Фа-ва-ва-ва-фа-ва-фам Фа-ва-ва-ва-фа-ва-вам Дорогие друзья, вот в то время, как где-то затопило, где-то снегом замело, у нас аккуратненький, легкий, теплый осенний дождик, всё медленно и плавно, в принципе, как и должно быть на добром вечере. Вы не поверите, но пока мы здесь с вами разбираем секреты здорового питания, в нашем Вайбере идёт своя параллельная жизнь. Супруга... Нет, до того, как появилась супруга Вячеслава в Вайбере, Николай спросил, а какое мясо готовит Вячеслав? Жареное, варёное и, в принципе, значит... Марина, да? Марина? Марина всё рассказала в Вайбере нашим зрителям. Слава, мясо есть запечёное, тушёное, отварное. Славина, жена. Аплодисменты. Ну что ж, вот так вот чудесным образом мы поговорили немножко о мясе, а теперь, дорогие друзья, поговорим о вегетарианстве. Вот об этом явлении по-другому не скажешь. На самом деле, ходит очень много мифов. Популярные актёры, музыканты, общественные деятели заявляют, что не едят мясо и при этом потрясающе выглядят. И, вы знаете, вот начитавшись в интернете самой разной информации, люди так и не могут понять, так полезно ли для здоровья отказаться от мяса или нет. Я предлагаю разобраться, попробовать, по крайней мере, разобраться в этом вопросе прямо сейчас. И для начала давайте уточним, Антонина. Вегетарианцы – это люди, которые питаются исключительно растительной пищей, не без мяса и без продуктов животного происхождения, да? Вегетарианство бывает разное. Есть лакто-вегетарианство, когда употребляются молочные продукты, а есть те люди, которые отказываются от молочных продуктов. То есть такие исключительные вегетарианцы? Но их называют веганами. Веганы. Поэтому тут разные виды есть. И, кажется, человек выбирает то, что ему удобно, то, что ему приятно, то, что ему комфортно. Кстати, а вы знаете, что завтра отмечается Всемирный день вегана? Да, этот, кстати, праздник придумали американцы в 44-м году. И сегодня День вегана празднуют в разных странах 1 ноября ежегодно. У нас есть здесь в студии, я знаю, такие люди. Веганы. Давайте мы их поаплодируем прямо сейчас. Потому что это люди, скажем так, для многих не до конца понятные. Попробуем немножечко в этом разобраться. Я бы, Антонина, хотела, чтобы вы рассказали свою историю, как давно, 25 лет назад мы уже говорили, а вот почему вы стали вегетарианцем? Даже немножко уже больше 25 лет, ну, около 25. Так получилось, ну, какой-то был, наверное, сложный период в моей жизни, и у меня надо было что-то менять, и тогда мне на глаза попалось объявление о лекциях по йоге. Я попала на эти лекции, потом начала заниматься йогой, и вот там-то я и узнала, в принципе, о вегетарианстве. Инструктор, который у меня, вот как ни странно, то есть вегетарианцы, с которыми познакомились, были все мужчины. Инструкторы йоги, первый, потом следующий инструктор йоги, они были такими уже успешными вегетарианцами. И я познакомилась с семьей с одной, муж и жена, они были гораздо старше меня, мне уже тогда было немногим за 30, они были гораздо старше меня, у них взрослые дети, и это была вся семья вегетарианцев. Я была удивлена, как вот у них получается. То есть вас это просто удивило, и вы захотели попробовать? Меня удивило, но я попробую, мне мои, так сказать, преподаватели йоги объяснили, чем это может быть полезно, когда занимаешься йогой. Во-первых, более подвижные суставы. Если ты ешь мясо, то суставы становятся более такими тугими. То есть чисто физически, на физическом уровне. То есть вас к этому привела йога? Меня привела йога. Именно вот это увлечение. С занятием, и потом, если ты начинаешь заниматься медитациями, этими техниками, то это очень зависит от питания. То есть питание, оно связано, это не только строительство нашего тела, это психоэмоциональное наше состояние, это влияет на психику и на наши эмоции. Антонина, вот видите, вас к этому, к вегетарианству привела йога. А вот героя романа Ильфа и Петрова «12 стульев» – скудность бюджета. И вот у нас есть телефонный звонок. Хочу напомнить нашим зрителям, что на самом деле это вопрос конкурса. Кто из героев романа «Ильфа и Петрова «12 стульев» боролся за вегетарианство и за скудность бюджета, назовите имя этого персонажа и получите пригласительный билет на концерт Вячеслава Корса. Вот сейчас послушаем вариант ответа наших зрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, как вас зовут? Вероника. Вероника, вы знаете хорошо творчество Ильфы и Петрова? Ну, надеюсь, что да. Так, а с вегетарианством хорошо знакомы или так себе? Нет, так себе. Так себе. Ну, хорошо. Давайте попробуем по литературе пройтись. Кто же из героев романа «Ильфа и Петрова» боролся за вегетарианство, но и исключительно из-за скудности бюджета? Это студент Коля Калачев. Студент Коля Калачев. Вы знаете, вы правы. Эти аплодисменты, пригласительный билет. Это все вам. И я бы, вы знаете, даже хотела процитировать. «Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную брешь». Известная цитата этого произведения. Спасибо вам большое. Ну что ж, говорим о вегетарианстве. Антонина, скажите, сложно ли было изменить себя, свой образ жизни, вот эту вот привычку есть мясо? Да, мне было достаточно сложно. У меня ушло полгода на это. Ну, лично мне, у всех, наверное, по-разному, потому что традиции были в семье, есть три раза в день мясо, завтрак обетушен. Подождите, три раза в день вы кушали мясо? Не в неделю, а в день даже? Да, в день, да. Я на завтрак ела обязательно. Ну, просто меня так с детства приучили, что... Или вы Петровы. Вот, ужалотный завтрак. Поэтому это были какие-то мясные бутерброды или каша с чем-то мясным. Вот потом мясо было на обед, и мясо было на ужин. Готовилось каждый вечер, готовилось мясное блюдо. Вот, но я хочу сказать, что это были 90-е годы, начало 90-х годов, и тогда это время тотального дефицита. И, с другой стороны, это было даже удобно, когда тебе не надо бегать по магазинам, из-за этого куска мяса стоять по два часа в очереди. Это все было. Мы колбасу по три часа в день искали по два. Скажите, чем вы сегодня питаетесь? Чем я питаюсь? Во-первых, молочные продукты я ем, да. Белые сыры, ну, желательно там без сучужного фермента. Есть много у нас сыров всяких. Овощи, фрукты в разных видах, в свежих. Обязательно в течение дня несколько раз я ем фрукты. Тоже разные фрукты, овощи и в сыром виде, и в приготовленном виде. А вот сегодня вы принесли блюдо, я подумала, что это картошка жареная. Но вы сказали, что откроете секрет в эфире. Это похоже, это похоже. Расскажите, что это. Ну, пусть, может быть... Слава? Слав, ты готов попробовать? Кто готов попробовать? Ты вообще как относишься, кстати, к вегетарианству? Ты готов отказаться от мяса? Знаете, у меня отношение очень такое странное. Во-первых, я могу, я, в принципе, без мяса могу обходиться. Бывает такое, что какие-то дни я не ем мясо. Но я мясо люблю есть. Я вегетарианство как бы делю на такие вот для себя. На какие-то такие два вегетарианства. Есть такое этическое вегетарианство, когда люди просто жалко, им жалко зверушек. Есть у меня вегетарианство такое, скажем так, биологически оправданное. Вот я биологически оправданного вегетарианства не понимаю. Я к нему отношусь не отрицательно, но как бы... Ну, я его не принимаю для себя. Потому что у нас есть клыки. У нас есть клыки. Если у нас есть клыки, значит, мы хищники. Ясно. Но при этом пищу вегетарианскую... Ты готов попробовать вегетарианскую пищу, которую Антония пригодила? А почему нет? Я могу есть растительную пищу. Маленькая ремарка. Но у нас желудок не такой, как у хищных животных. Он длинный. Давайте я музыкант, я не биолог, я спорить не буду. Он длинный. В принципе, это нормальная, извечная такая. Как у травоядной. Вегетарианца и нет. Если почитать всякие особенности нашего организма, то получается, что мы больше приспособлены к перевариванию растительной пищи. Есть и такое мнение. Слав, ты готов сейчас переварить вот эту пищу? Я так понимаю, она растительная. Расскажите, что это? А вот я хочу, чтобы Вячеслав попробовал и, может быть, догадался. Да, я положу в тарелочку обязательно. А попробуй догадаться. Поддержите меня. Попробуй догадаться, что это. Рассказывали. Да, можно я попробую. Сейчас, Наташа, конечно. Конечно, вы сейчас. А сначала скажите, что это. Нет, не скажу угадать. А вы попробуйте. Дайте мне вилочку, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это напоминает жареную картошку. Да, это напоминает жареную картошку. Это кабачки? Нет, это не кабачки. Это очень вкусно, на самом деле, дорогие друзья. Самое же интересное, это вкус знакомый. Это очень вкусно. Я не могу угадать. Это корень сельдерея. Это корень сельдерея. Удивительно. Это жареная картошка. Но в любом случае он жареный. На масле, как положено. Он слегка обжарен. Он очень быстро готовится. Я вообще люблю готовить то, что быстро готовится. И вот слегка... Расскажите еще что-нибудь про вегетарианство, а я попробую... Слегка обжарить. С одной стороны, перевернуть и под крышку все. Буквально через 10 минут он будет готов. Ну, простите меня за поздний ужин, но это же сельдерея в каждой конкурсе. Слав, понравилось? Я все села. Пожалуйста. Нет, замечательно. А все очень просто, да? Нарезаем корень, обжариваем. Ну, слегка там его посолить, да. Если кто-то любит бессоль, потому что он достаточно пряный. И с одной стороны, буквально там, не знаю, 5 минут меньше, перевернуть с другой стороны и под крышкой, чтобы он не жарился, а именно стал более мягким. Отлично, спасибо. Вот, простите, еще момент такой. Я добавляю в растительное масло, да, перед жаркой, добавляю специи. Именно в растительное масло. В растительное масло, потому что аромат у них будет лучше, они раскрывают свой запах, аромат. Я добавляю смесь специй, вот здесь добавила, называется карри. Там много всяких... Ну, это известная, да, такая приправа. И вот мне нравится эта приправа, и это обжарено в карри. Спасибо большое. Вот эти аплодисменты для вас, Антонина, это очень вкусно. Я хотела бы вернуться еще к чечевице, знаю, что вы вчера или, по-моему, на днях готовили суп и делились со мной рецептом. Хотела бы, чтобы вы поделились этим блюдом сейчас с нашими зрителями. В чем его особенность? Мы сейчас покажем рецепт, а вы расскажите, почему именно чечевичный суп выбирают вегетарианцы. Ну, они выбирают разные, могут употреблять разные вегетарианские супы, но мне, например, нравится чечевичный суп. Это ценный источник белка, чечевица, она у нас к бобовым. Да, вот это тот суп, который я приготовила. Да, прямо вот эта тарелочка есть. Да, эта тарелка, да, 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 да. Во-первых, это бобовая, это, как уже вот и врач отметила, да, Елена, что это ценный источник белка. И чечевица мне по вкусу нравится. Это раз, во-вторых, это суп из красной чечевицы, из зеленой, из красной. Она быстро готовится, в отличие от гороха и фасоли. И такой суп можно буквально за полчаса приготовить. Спасибо большое. Вот, Ирина Николаевна, скажите, как медицина относится к вегетарианству? Я знаю, что однозначного мнения здесь, по-моему, нет. Или все-таки есть? Ой, ну все-таки классическая медицина позиционирует таким образом, что должно быть разнообразным питание и не должны быть исключены любая группа продуктов. То есть не нужно бросаться в крайности, я тоже так считаю. И одним мясом питаться, естественно, не нужно, особенно там красными сортами. И в то же время полностью отказываться от блока животного происхождения я бы не рекомендовала. Другое дело, что нет ничего плохого, чтобы добавить, разнообразить рацион белорусов овощами и фруктами, потому что по результатам степс-исследования, проведенного в прошлом году в Республике Беларусь, с подачей Европейского бюро ВОЗ, 72 там с чем-то процента белорусов недостаточно употребляют овощей и фруктов. А сколько надо в день употреблять овощей и фруктов? Ну, классически считается 5 порций, это где-то 400-500 грамм. То есть вегетарианцы, в принципе, эту норму выполняют? Я думаю, они даже перевыполняют. А сколько Всемирная организация здравоохранения советует нам употреблять мясных продуктов, рыбы? Там точно как бы мясных нет, но есть, допустим, 0,8 грамм на килограмм веса. Это вот такие последние рекомендации. И все-таки специалисты ВОЗ в последнее время рекомендуют уходить от жирных сортов, красных сортов мяса в пользу рыбы, птицы без кожи. Все-таки с меньшим содержанием жира. Все-таки у нас не такая благоприятная ситуация по артериальному давлению, по содержанию холестерина. Поэтому какие-то моменты вегетарианства в плане насыщения рациона овощами, фруктами и бездлительной термической обработки, это хорошо. Это не только специалисты ВОЗ поддерживают, это всех. Проблема большая, которая всех волнует, это белок. Вот якобы вегетарианец не получает этот самый белок. А какая норма вообще его в день должна быть у человека? Я уже сказала, в среднем около грамм, чуть меньше даже сейчас. Раньше были нормы побольше, грамм-полтора грамма на килограмм. Но сейчас для взрослого человека, для детей немножко норма, ну для растущих организмов, для спортсменов, у которых большая физическая нагрузка, там немножко большая норма. А для среднего взрослого человека, особенно сейчас у нас гиподинамия склонна мы все-таки, грамм, восемь десятых грамм на килограмм веса. Чечевичный суп, он может это заменить? Дело в том, что бобовые, еще какие-то источники растительных, ну растительный белок, они по весу, по количеству может заменить. Тут есть такой нюанс, и все, я думаю, многие об этом знают. Нужно очень много комбинировать, чтобы было достаточно по аминокислотному составу. Потому что животные, белки животного происхождения, они более полноценны по составу, по незаменимым этим аминокислотам. Поэтому, кстати, насчет финансов, то есть человеку-вегетарианцу не так это дешево. Он, наоборот, должен максимально использовать комбинаторику, то есть больше должно входить продуктов, чтобы был более полноценный рацион. Плюс есть нюансы по усвоению продуктов растительного происхождения, по усвоению железа, кальция, что там, витамина Д, В12. То есть, ну, есть нюансы, поэтому нужно, конечно, следить. Спасибо большое. А, и тогда, кстати, да, вот это касается, ну, конечно, больше таких вот крайних случаев вегетарианства, веганства, особенно сыроедения. А если у вас молочный продукт, особенно лакто-вегетарианство с яйцами, то есть, в принципе... То, в принципе, жить можно называется. Да, да, оно покрывает, в принципе, я думаю, потребуется. Кстати, вот на заре своего вегетарианства мне довелось как-то с биохимиком из Академии, я тогда в Минске жила, это последние годы живу в Гомеля, из Академии наук разговаривать. Она сказала, что, например, а тогда появилась в Беларуси соя, причем выращенная в Беларуси, и соевые продукты первые появились. Она сказала, что соя по своему молекулятору point starting очень близко к свинине. То есть, вполне... она не была вегетарианкой. Она сказала, что она может заменять, что она может заменять... Соя нет только одной незаменимой аминокислотой. Что она вполне может заменять мясо. Нет, я же говорю, по аминокислотному составу, допустим, злаково, если с бобовыми, то они восполнят. Есть еще нюанс. Одно дело взрослый, разумный человек, у которого, ну, с относительно здоровым состоянием организма, есть период беременности, лактации, дети маленького возраста, период менопаузы, то есть есть периоды, когда все-таки не нужно так экспериментировать. После операционной, я знаю, какие-то периоды тоже создают. Есть все-таки периоды жизни, когда все-таки это может нанести больше вред, понимаете? То есть я могу сказать точно, вот, то есть для каждого, у каждого человека есть индивидуальные какие-то особенности, но маленьким детям не рекомендуется категорически, я же говорю, в период беременным женщинокормящим. То есть, ну, вот это тоже, надо об этом помнить. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу о принципах здорового питания сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, осталось очень мало времени прямого эфира на Беларусь 4, но сегодня, напоминаю, мы говорим о секретах здорового питания. Тема очень такая жаркая, в нашей студии очень жарко, вкусно. Конечно же, многие вопросы остаются, скажем так, без таких вот ответов, но хотелось бы обратить внимание на вопросы, которые задают зрители. Вайбери. Вот один из них касается, как питаться в течение рабочего дня, как питаться правильно в офисе. Ну, я, скажем так, объединю и задам вопрос вот все-таки компетентным экспертам. Сколько приемов пищи на работе должны быть, какими они должны быть? В общем, как питаться правильно в течение рабочего дня? Достаточно каверзный вопрос. Почему? Потому что я бы не советовала питаться в офисе, нужно позавтракать дома, в обед лучше выйти куда-то с коллегами в кафе. В крайнем случае, если вы принесли с собой еду, ну, не советую это делать быстро, в попыхах, и лучше что-то такое, ну, натуральное, достаточно натуральное, потому что не рекомендую несколько раз разогревать. Это очень, ну, то есть, вредно. Поэтому сложный вопрос. Я бы в офисе есть не советовала все-таки. Лучше выйти и где-то поесть. Сделать такой себе полноценный прием пищи. Да, да, да. Отнестись к этому. Да, лучше выйти и где-то... А вот посмотрите, обратите внимание. И пройтись заодно физическое. А можно, возможно, есть такие термосы, которым можешь перенести горячая еда. Ну, в любом случае, должно быть место для приема. То есть, это не должно быть на рабочем столе как-то, вот как мы обсуждали в начале передачи, вот это в попыхах, где-то еще в телефоне, в компьютере параллельно. Вот обратите внимание, Слава заинтересовался пирамидой питания. Слав, ты впервые видишь такую пирамиду? Не впервые, да? Я бы хотела, чтобы вы в двух словах прокомментировали. Это и есть наши основные правила, скажем так, здорового питания, которые рекомендует нам Всемирная организация здравоохранения сегодня. Внизу, вот как вы видите, с основания пирамиды, это злаки, злаки, бобовые, да, хлеб. Причем хлеб не советую исключать из рациона, просто делать выбор в пользу зернового, трубного, то есть, менее обработанного, да, скажем так. А можно на закваске хлеб, не на заживую. Ну, более натурально, да, скажем так. Вот. Второе, вот это овощи, фрукты. Причем, я слышала даже такое мнение, обсуждается где-то в верхах, возможно, даже поменять местами. Овощи, фрукты, да, больше в основании, а вверх уже злаки, ну, а вот злаки выше. То есть, ну, то есть, получается, меньше. То есть, рекомендации могут измениться. Да, да, ну, то есть, есть такие, да, идеи. Вот, ну, третьего мы видим тут молочное, рыбу, мясо, то есть, их меньше тоже должно быть количество орехов. Белковые. Ну, вы больше, да. Ну, наверху пирамиды находится, в принципе, то, что нежелательно употреблять или, скажем так, ограничивать. Жиры, масла, жирное происхождение, да, сладости, причем быстрые углеводы, что самое вредное. Быстрые углеводы мы... Хорошо, ну, а какие общие правила питания? Именно правила питания, ведь мы говорим сегодня о пищевых привычках, помогут нам... Ну, первое, главное, это даже не столько, сколько ты ешь, баланс с тем, сколько ты потребляешь энергии и сколько ты тратишь. Это что касается энергетической ценности, калорийности. Второе, должно быть максимально разнообразное и биологически полноценное. Вот то, что мы обсуждали. Если белок, то все виды, жиры там более насыщенные, насыщенные и так далее, растительное, животное происхождение, витамины, клетчатка, вода еще очень важная, кстати. Мы не касались, но питьевой режим очень важен, и именно вот просто чистая вода. Ну, здесь уже столько много говорят о том, сколько надо пить. Плюс режим, то, что мы обсуждали, есть в одно и то же время. Ну, вот да, такие общие рекомендации. Мне интересно, Людмила, психолог, да, вот скажи, вот какие все-таки, вот как контролировать нашу эмоциональную зависимость от еды? Вот какие-то твои конкретные советы, наши эмоции, чтобы действительно не переедать, может быть, есть в одно и то же время. Какие ты можешь нам предложить золотые правила? Ну, мне кажется, что человек должен отрегулировать всю свою жизнь, психоэмоциональную жизнь. То есть, что ему приносит радость, что ему приносит удовольствие. Вот мы сегодня говорим про еду, да. Очень важно, ну, там, вот калории, это все понятно, но главное, чтобы было удовольствие, радость. Даже если вы с собой принесете, ну, какую-нибудь там фасоль, там, чечевицу, все что угодно, но вы будете есть, как прокисший. Вот вам это будет не в радость, но какая польза? И наоборот, с радостью, удовольствием. Чашечка чая горяченького, да, что-нибудь такое для души. Должна быть радость и удовольствие, это самый главный принцип. Спасибо, Людмила, спасибо всем. Еще такой момент, вот я хотела отметить, что это есть нужное руководство с чувством голода, а не чувством аппетита. Это разные вещи. Наташ, еще очень существенное замечание вот по поводу темы, которую мы сегодня обсуждаем. Мы живем в христианском пространстве, и если мы будем придерживаться всех канонов христианства, в частности, соблюдать посты, то тема вегетарианства вообще не будет домокловым мечом, который вот висит над нашими головами. Почему? Потому что вегетарианство есть в нашей культуре, и оно называется посты. Во время поста мы все это и употребляем. Дорогие друзья, существуют еще золотые правила питания, запоминаем их, не переедать. Есть в одно и то же время, тщательно пережевывать пищу, и, кстати, рекомендуют перед приемом пищи делать 5-6 дыхательных упражнений животом. Ну, это так, чтобы настроиться, да, и, скажем так, не сильно садиться за еду голодными. А вообще, дорогие друзья, как гласит народная мудрость, здоровье близко, ищи его. Где, Вячеслав? В миске. Да, ищи его в миске. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Вот прямо сейчас еще одна песня в исполнении Вячеслава Корса, чтобы этот вечер уж действительно был самым добрым. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч в прямом эфире. Ну, в преддверии ближайшего... В преддверии ближайшего концерта. Песня была написана для Григория Лепса. Он, конечно, об этом еще не знает, но, может быть, когда-нибудь все знает. Специально пою под гитару, чтобы было интересно, как это должно звучать на самом деле с хорошими музыкантами. Ты не моя, не моя, но сколько можно еще собирать осколков Чаш недопитых, сердец разбитых и бесконечных слов Если б я не был тобою болен, то поспешил бы сбежать на волю Чтобы не знать, как липкие объятья и горяча любовь. Но ты, только ты, знаешь, как довести мою кровь до кипения. Только я остаюсь, чего не пожелаешь врагу. Мы, только мы, будем полнить и пить эту чашу терпения. Я без тебя не могу Ты не моя, не моя, но что же делает так, что себе дороже Видеть, как тает моя пустая жизнь и в конце пути Все, что сказал, что сказать не смею, все, что не знал, но рука не имеет Мне бы проснуться, тебя коснуться и не суметь уйти. Но ты, только ты, знаешь, как довести мою кровь до кипения. Я, только я, остаюсь, чего не пожелаешь врагу. Мы, только мы, будем полнить и пить эту чашу терпения. Я без тебя не моя, не моя, без тебя не моя, не моя, без тебя не могу. Можно титры пускать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!